Что важно знать при кладке стен? Это сделано для того, чтобы... Сейчас покажу, как это работает. Это сделано для того, чтобы... Это очень важно с точки зрения эстетики. Что еще важно? Теперь про стоимость данного инженерного ремонта. Всем привет! Приехал в жилой комплекс Green Park. Это двухкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров. Закончен инженерный ремонт. И пройдемся по каждому этапу. Расскажу, какие материалы использовались. А также, сколько все это стоило нашему заказчику. Работы мы начали с возведения перегородок. Для этого мы используем газобетонный блок толщиной 10 сантиметров. Что важно знать при кладке стен. Не доводим кладку до потолка. Оставляем где-то порядка 2-3 сантиметров. Этот шов просто пенем. Сделан для того, чтобы плита перекрытия не передавала свои нагрузки на наши вновь возведенные стены. Следующий момент. Это используют для перемычек уголок, а не арматуру. В данном случае мы используем уголок 40 на 40 толщиной полки 4 миллиметра. Это позволяет избежать вот таких вот косых трещин на стенах. Дальше. При кладке стен обязательно использовать армирование. Каждые три ряда мы используем специальную сетку для того, чтобы избежать появления трещин на ваших стенах. Особенно, если у вас стены под покраску. После возведения перегородок мы приступили к механизированной штукатурке. Обязательно по маякам. Маяки после чего обязательно удаляются. Если их не удалять, то они будут ржаветь и могут проступить через ваши обои, либо через вашу покраску. Вот видите вот эту штрабу. Здесь раньше был маяк, после чего он был удален и все было замазано. Что еще важно? Заказчик изначально знал, что у него будут скрытые плинтуса. И мы набили профиль для гипсокартона размером 60 на 27 по всему периметру квартиры. Вот видите, вот здесь раньше был профиль и мы не доходили до сюда штукатурка. Это сделано для того, чтобы уже потом вложить профиль для скрытого плинтуса и не надо будет резать штукатурку. Очень классно, когда заказчик сразу знает, какой у него будет плинтус, чтобы потом не резать штробы уже по готовой штукатурке, а сразу прибить профиль и оставить свободные места под ваш скрытый плинтус. Вот здесь у нас будет кухня, здесь плинтуса у нас не будет, поэтому здесь штукатурили до самого пола. После штукатурки стен мы, как всегда, приступили к монтажу электрики. Она у нас идет по потолку, в серый ПВХ кофре. Кабель обязательно ГОСТовский, обязательно производители Конкорд. Сейчас вам покажу щиток. Вот, пожалуйста, щит на двухкомнатную квартиру площадью 70 квадратных метров. Автоматы от производителя АББ. То есть вот у нас в одной автомат УЗО, обычные классические автоматы. Вот они, диф-автоматы. Они у нас идут на мокрую зону, к примеру, там розетки в ванной, стиральная машина, посудомоечная машина и так далее. После монтажа электрики мы приступили к монтажу системы отопления и водоснабжения. Весь коллекторный узел у нас расположен в санузле. Это все у нас будет закрыто мебелью и в случае необходимости будет оперативный доступ. В левой части у нас расположилась система отопления. Это у нас вводные краны. Мы можем полностью отключить отопление во всей квартире. Каждый потребитель у нас подписан. Можем также локально, выборочно отключить любой из отопительных приборов. Вверху у нас проточный водонагреватель на 6 кВт. Стоит система защиты от протечек. Водные краны у нас АВЕНТРОП. Можно поставить обычные Бугатти, но их нужно разрабатывать раз в месяц. Если этого не делать, они закисают. И потом их открыть немножко проблематично. После защиты от протечек у нас стоят редуктора давления производителя фар. Универсальные фильтра тонкой очистки на 100 микрон. Также есть возможность их промывки. Вот это все сливается вот именно сюда. И сейчас покажу, как это работает. Открываете кран и фильтр промывается. Далее у нас идут медные трубки уже к электромодоснабжения. Это сделано для того, чтобы не делать заужение и сечение трубы не менялось. Потому что если использовать, допустим, ретрубу рихау, уголки, это все делает сечение протока меньше. Коллектора у нас производителя фар. И размер их дюйм на 3 четверти под евроконус. Очень важно, потому что такое соединение практически никогда не течет. Также все потребители у нас подписаны. Это очень удобно. Если хотите что-то перекрыть, сразу понятно, какой кран за что отвечает. Также важно ставить обратные клапана, гигиенический душ, чтобы не было подмеса горячей воды с холодной. Перед укладкой труб отопления мы расстелили шумонет 100. Это у нас шумогидровиброизоляция. Обязательно заводим на стену ее на 15 сантиметров. После чего укладываем вот такую армирующую сетку. И трубы отопления при помощи пластиковых хомутов крепим уже к этой сетке. Это сделано для того, чтобы не нарушать вот этот вот слой шумогидровиброизоляции. Также, когда вы меняете систему отопления, вы можете сделать вывод под отопительные приборы из стен. Это очень важно с точки зрения эстетики, потому что, когда вы делаете подводку из пола, вы начинаете резать чистовое покрытие, потом заполняете эти отверстия герметиком, чтобы обойти эту трубу красиво и так далее. Этого делать не стоит. Делаете подводку из стены. Это смотрится максимально красиво и эстетично. Сейчас уже завозим пескобетон для того, чтобы заливать стяжку. Это производитель Русиан, марка М300. Максимально хороший пескобетон, который можно купить на данный момент. Также вот уже есть пластификатор. Мы его добавляем для того, чтобы максимально избежать появления трещин. Здесь у нас будет инженерная доска. И очень важно, чтобы покрытие было под доску максимально прочное и надежное. Обязательно будем все армировать, ставить на стульчиках для того, чтобы сетка была в теле стяжки. Теперь про стоимость данного инженерного ремонта. На работы наш заказчик потратил 800 тысяч рублей. Стоимость всех материалов 726 тысяч рублей. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях, либо пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока!